Короче, смотри, сколько литров бензина осталось в нашей машине? Вариант А. 50. Вариант Б. 25. Вариант С. 10. Вариант В. 5. Ты можешь ответить, нет? Нормально. Хорош жрать. Ответь на вопрос, Тарасар. А, вы меня с что и спрашиваете? Всем привет, с вами Евгеха. Мы играем в GTA San Andreas Multiplayer на сервере Diameter. И со мной сегодня Демастер. Всем привет, дорогие друзья. Евгеха позвал поиграть в сам пес, но я и как бы вызвался. Посмотрите на этого чумазого, чумазого бомжика ломится вон в мою элитную... Так, ты чё мою тачку бьёшь? Ты обнаглел, ты двери бьёшь. Тебе денег не хватит рассчитаться со мной. Значит, друзья, сегодня будет интересный выпуск. Я прошу вас поставить к нему лайк. Почему? Потому что это программа такси в GTA San Andreas. Первый, необычный такой выпуск. Посмотрим, что из этого получится. Я не обещаю, что все серии будут именно такие. Просто это, знаете, такая спешл-серия. Костя, садись. Да вот и лёг на дороге. Давай, стояй, я сказал. Пробку создаём, машины уже сзади едут. Прыгай, давай. Итак, Костя, это программа такси, а телеканал супер... Нет, не телеканал, ютуб-канал Супер Евгеха. У тебя есть всего лишь три вопроса. Соответственно, у тебя есть три подсказки. У меня есть три вопроса. Хорошо, я задаю первый вопрос. Подожди, подожди, подожди. Не, подожди. Три вопроса, да. Три права на ошибку. Значит, сначала выбираем, куда ты хочешь, чтобы я тебя довёз. Чтобы я всё-таки тебя вёз куда-то. Так, я хочу в казино. Нет, да это близко. Близко? Давай на гору, где велосипедная. Это гора съезжать там. Зашибись, Костя. Зашибись, отлично. Итак, играем, значит, в такси. Первый вопрос. Цена 100 рублей. У тебя есть три ошибки. Нет, у тебя есть одна подсказка, звонок к другу. И 50 на 50, окей. Звонок к другу, скажи, Теросера давай. Это можно. Давай добавим Теросера. Потом, потом, потом. И только не говорим, что снимаем. Значит, самый первый вопрос. Значит, в каком году... Подожди, 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 подожди. В каком году вышла GTA San Andreas Multiplayer? Вариант А. 1998. Вариант В. 2003. Вариант С. 2004. Вариант В. В. 2007. В. 2007. В. В. Давай, думай. Так, ну дай подумаю. Я, если честно, думаю, мне больше кажется, что это 2007, если честно, кажется. 2004-й, навряд ли. В это время еще всякие там, эти, наверное, какие-то RPG-шки всякие. Хотя, блин, может, 2004-й, но 2007-й как раз-таки появился уже мультиплеер, Александр. Я не помню, если честно, ничего. Вот ты задаешь такой вопрос, я сам-то не так много играю, всего 100 серий заснял. На самом деле, мне тоже интересно узнать ответ на этот вопрос, поэтому я хочу, чтобы ты ответил мне, братан. Так, а сколько мне еще времени осталось на ответ? У тебя осталось еще 15 секунд на ответ, потому что время сойдет на самом деле. Давай, 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 просто перед ответом я просто логическую цепочку сделаю, да? Давай, 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 давай. В. 1994-м он выйти точно не мог, потому что это время какого-то дума первого. Логично, динозавры еще водились на наши динозавры. Да, давай, ты Зелдер Скрулс 2-й вышел. Логично, нормально, да. Знаешь, что Зелдер Скрулс вышел в эти годы? Ну, конечно, не знал. А, нет, в 1993-м вышел 2-й, первый вышел в 1991-м году. Логично, ладно, не буду тебя запутривать, чтобы ты просто меня вез, да? Ты дальше, давай, рассказывай, да, время-то уже выходит. В. 2004-м, я не знаю, мне кажется, этот год как раз таки, как вам быть, В.City, что ли, потому что... Ну, то есть... Итак, 5 секунд на ответ. Ну, давай, это 2007-й выберу. Ты что, ты... Это неправильный ответ, Костя, вы не получаете, это... Это 2004-й был. Ну, ладно. Что, реально, В.City в 2001-м, что ли, вышел? Ну, блин, загугли с телефона, ну, блин, я думал, ты с телефона гуглишь, пока я тебя везу-то. Нет, я же это, я же это... Честный человек. Не, реально, ребят, я с Андре, с... Вот ее... Она так давно вышла, что я реально не знал. Ну, есть, как бы... Сейчас кому-нибудь так скажут, фу, не знал, ну, ребят, ну, я, во-первых, не такой прям крутой фанат ГТА. Подожди, подожди, а, не, подожди, тут в интернете пишут 2006-е... 2004-й, вот, я был прав, один вариант 2004-й год. Ну, ладно. Слушай, сейчас открою Википедию, мне кажется, кто-то меня вот обманывает. Не, 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 тут все нормально, да, 2004-й год. Ну, хорошо, Костя, ты пытался, второй вопрос, цена 200 рублей, значит, вопрос достаточно серьезный, да. Сколько городов в ГТА Сан-Андрес? Именно крупных таких городов, крупных городов. Вариант А, один, вариант Б, восемнадцать, вариант С, шестьсот семьдесят пять. Ну, погоди, еще раз, вариант, повтори. Один, восемнадцать, шестьсот семьдесят пять. Погоди, в Сан-Андресе? Да, 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 да. Их же три здесь. Ну, ты ответишь? Нет, нет. Так, может быть, бери, он отвечал прямо крупных-крупных? Нет, ну, нет, ну, ты просто постарайся как-то ответить. Я не знаю, я говорю, от балды, братан. Погоди, я карту открою. Погоди, здесь, по идее, Лос-Сантос. Так. Тут три города. Да, 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 действительно. А почему тогда ты говоришь восемнадцать? Ну, хорошее число. Ну, крупный город здесь реально один, это который сверху, там, ЛВ или как он там называется. Не помню. Я по городам плохо. Да, мастер, ты прав, это, это правильный ответ. Нет, я зачем-то сделал крюк и возвращаюсь сейчас назад, хотя... Погоди, а какой правильный ответ? Три же города? Ну, по идее, как бы, если подумать... Не, на самом деле, если ты все деревушки будешь считывать, которые здесь вокруг есть, то, может, их 18 штук и будет в сумме. Вот, потому что тут реально есть куча городков таких маленьких, ну, таких пригородов, я бы их так назвал, которые вот около каждого города, там их по 3-4 штуки, то есть, если в сумме сложить, то будет, наверное, где-то около 18, если так порассуждать, но... Хорошо, хорошо, Де Мастера, поздравляю, выиграли 200 долларов, окей, продолжаем, продолжаем нашу передачу. Не-не-не, если ты до конца доедем, а у тебя не будет, а ты ответишь неправильно там, то как-то это не получится. Подожди, подожди, дальше, следующий вопрос, цена 18 тысяч рублей. Значит, вопрос, вопрос, сколько букв в моем имени? Вариант А, 6, вариант Б, 2, вариант С, автор идиот. Мне кажется, это вариант С. Почему ты охренел? Что за странный вопрос, Женя? Я не знаю, братан, но... Значит, твое имя можно по-разному прочитать, Евгеха, там, Евгений, там, Евгешечка. Ты в ГТА можешь посмотреть сколько букв? Ты сосчитать не можешь? Нет, в ГТА как бы 6, да, но автор точно как бы что-то попутал. Мы уже почти приехали до точки назначения, у вас еще 6 секунд на ответ. Да, у вас велосипед есть в багажнике, пожалуйста. У меня есть труб в багажнике предыдущего клиента, который не хотел отвечать на мои вопросы. А, ну, у которого мы с тобой вместе, я думаю. Понятно, понятно, понятно. Как обычно, замочили эту акцена. Он мне позвал на сервер, я говорю... Давай отвечай, братан. Он мне позвал на сервер, я говорю, Евгеха, что случилось? Он говорит, так надо тело расчлить. Ну, короче, все понятно, ребята. Вот в этом на гору-то и едем. Ну, да мастер, давай, ну-ка, ответь. А, какой вопрос? Про твое имя? Как и вообще обнаглел, вы слышали? Он даже вопрос не помнит. Ладно, у тебя еще 2 секунды на ответ. Так у тебя 6 был. Ну, ну... Твой окончательный ответ? 6. Хорошо, Костя, поздравляю. Ты выиграл 18 тысяч плюс 200. Это уже 18 тысяч 200. Хорошо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Цена 100 тысяч вирт. 100 тысяч вирт. Вопрос такой. Сколько бензина осталось в нашей машине? Сложный вопрос. Вариант А. 50 литров. Вариант Б. 25. Вариант С. 10. Вариант В. 5. Давай, я хочу позвонить другу. Слишком сложный вопрос. Я знаю этого человека, который разбирается в мотоциклах. Ну, мотоцикл это тоже машина, поэтому... Как бы, я думаю, позвонить ему будет вариант. Хорошо, хорошо. Звоните, звоните другу. Так, сейчас позвоню другу. Вы готовы? Подожди, всё. Давай. Давай, давай, позвонили. Блин, а если он не ответит? Я надеюсь, что он ответит. Если он не ответит, твоя подсказка сгорает. Ну, это плохо. Позвонишь другому. Ну, мы можем потихонечку продвигаться. Алло. Алло. Алло, привет. Привет, Миша. Меня Евгеха терроризирует. Он задаёт мне какие-то странные вопросы в конфе. И он сказал, что у меня есть одна подсказка. Ну, типа, помощь друга. И мы решили позвонить тебе. Евгеха, о, Тарасар. Ты сможешь ответить на вопрос? Евгеха, повтори вопрос. Так, я тебе что попугай. Короче, смотри. Сколько литров бензина осталось в нашей машине? Вариант А, 50. Вариант Б, 25. Вариант С, 10. Вариант В, 5. Ты можешь ответить? Нет, нормально. Хорош рать. Ответь на вопрос, Тарасар. А, вы меня с шею спрашиваете? Я тут гем просто держу. Да ты обветь на вопрос ещё нормально. Можешь ещё раз повторить вопрос? Ты нормально можешь сказать вообще? Ну, давай. Вопрос ещё раз. Сколько литров бензина осталось в нашей машине? Вариант А, 50 литров. Вариант Б, 25. Вариант С, 10. Вариант В, 5. А на что вы тратили? Сколько вы проехали? Я не считал. То есть я это просто рандомный вариант могу сказать? Братан, а тебя зависит, выиграет The Master сейчас или нет. Потому что у него сейчас... Я могу выиграть 100 тысяч вирот. Он может выиграть сейчас, понимаешь? Это на границе. Но это чистый рандом. Как бы... Да нифига, это логика даже. Вариант Миша, 50 литров не может быть. Это для них ковушка. 25, мне кажется, это было в самом начале. Там у него полный бензобак, наверное, там вообще жёсткий, ещё из канистры. Так что ты любишь 5, либо 10. Какое число тебе больше нравится? 5 или 10, Миша? Я на тебя по-рассчитываю. 10. Мне больше нравится. 10? Ты уверен? Слушай, 5. Ну, как бы... Миша, Миша говорит 10. Миша говорит 10. Ну, я просто из вопроса, который Женя сказал, я понял то, что... Он говорит, типа, там сколько... Хорошо, друзья. Друзья, у вас осталось 5 секунд. Ваш окончательный ответ. 10, да, Миша? Хорошо. Дорогие друзья, The Master выигрывает 100 тысяч вирт. Это правильный ответ. На тот момент, как только я задал вопрос, у нас было действительно 10 литров, и Костя в сумме выигрывает 118 200 вирт. Мы продолжаем. Я выигрываю 100 тысяч вирт. Ты выиграешь 118 200, понимаешь? У тебя уже суммарный банк. А, допустим, почему он вирты резко переконвертировался? Ну, я... Ну, потому что вирты. Потому что... Потому что 100 тысяч рублей я тебе отдать не готов, брат. Понимаешь? Значит, друзья, у нас следующий вопрос. Его цена 50 тысяч вирт. Уже идет на убывание. Почему? Потому что бюджет нашей передачи уменьшается. Хорошо. А вопрос следующий. Вопрос такой. Что сейчас ест террасер? Вариант А. Курочку. Вариант Б. Кашу. Вариант С. Супчик. Вариант В. Гарнир. Я выбираю вариант Д. Я выбираю вариант Д. Я выбираю вариант Д. Я выбираю вариант Д. Евгеха не угадал. Давайте пусть ему террасера. Мастер побеждает. Видал? Видал? Ведал? Опа! Опа! А что ты каваешь? Макароны по-флотски ел. Так это гарнир же. Нет, это как бы гарнир. Макароны по-флотски это отдельное блюдо. Понял? Это отдельное блюдо. Понял, да? Это макароны с мясом, с фаршем. Так давай грозить не будешь. Я сегодня не ел еще. Мне еще надо это. А ссылку-то мне скиньте. Да какую ссылку? Погоди, у нас тут это видео мы записываем. Летсплей. Летсплей? Просто, видишь, вопрос про машину пошел. Я вижу, у тебя был зеленый режим в скайпе. И вы решили не добавить, понимаешь? Да-да-да, зеленый, типа. Он для степ глючит, он сам стоит. Ребят, ну хорошо, что могу вам сказать в такой ситуации. Да, Д. Мастер все-таки побеждает. Он выигрывает у нас сто шестьдесят восемь тысяч двести вирт. Он побежает в нашей программе такси. Если мы не упадем с этой скалы, ну вроде все в порядке, четко. Значит, Костя, пока я везу тебя на эту скалу, да, могу сказать тебе, что у тебя есть последнее желание, которое ты можешь загадать. Потому что, добравшись до скалы, скорее всего, мы уже не сможем с вами никак встретиться, пообщаться. Потому что, ну, увы, уже, увы, как бы это... Умираете? На меня, на меня только подписывайтесь, ребята. Да ты, ты просто сэр там оставишься. Ну, грустно, в общем, меня убить собираются. А, Евгений, Евгений, я предлагаю вам отложить это дело до следующего раза, до следующей нашей встречи, потому что багажник... Мне только за одну серию заплатил, мы сейчас договариваемся вообще о чем, Кость. Ну да, Жень, ну... Давай строго по сценарию, читай по тексту, ничего не выдумывай. Открой бумажку. Жень, у меня есть крутой план. Смотри, я выиграл бабло, да? Открой текст, который я тебе скинула, читай по тексту. Я тебе прощу бабло, которое я выиграл в такси, да? А ты мне попросишь за серию за следующую, а? Ты не знал, какая тактика, а? Кого я тебе? Ну, прости жабло, которое я выиграл в машине. Демастер, у меня один литр остался. Алло, ты в глаз горы ты съезжай, Женя, алло. Чёрная молния. Женя, алло. Я тогда... Я пойду тогда, если вы дальше поехали без меня. Давай, давай, братан. Демастер, 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 демастер. Я ушёл. Я тут нет. Выпрыгивай, выпрыгивай, Костя, беги. Беги, беги, бомжик. Беги, бомж. Давай, 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 Миша, давай. Давай, Миша. Я ушёл. Ну что ж, друзья мои, я могу вам сказать, что... Никогда не подвозите бомжей на гору Чилля, потому что это чревато тем, что бензин закончится, а вы захотите упасть с этой замечательной горы. Тем временем, демастер, он как бы... Ну, знаете, он делает движение, он разминает правую руку, потому что, ну, видите, это утренняя зарядка, которую демастер каждое утро практикует. Видите, он как бы не расчесанный, чумазанный. Он как бы как в самбит, так и в жизни, как бы. То есть это новое обново на даймоде, которое как бы видит тебя через вебку и делает вот такого же. Видите, вот успешный парень, такой с причесованным, видите, золотая скочка, эти ботинки крутые. А вон демастер, штаны с дыркой, вон, смотри. Давай пошёл отсюда. Без дыркой. Штаны с дыркой, мешковатые, ё-моё, как это... А, это карманы у тебя такие. Да кого ты бьёшь? Чё ты бессмертный такой, ё-моё? Нужно что-то много... Чё, кунг-фу знаешь, Лёх? Я знаю всё. Я знаю кунг-фу. Я разучился. На-на. Ой, вообще не попадаешь. На-на. Да-на. 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 Да я тебе ща это всеку, ё-моё. Карате пацан. На-на-нафиг. Таксист убийца. Таково, иди сюда, ё-моё. Я сразу же знал, что такому как ты нельзя верить. Ай, положи. Получи. Ладно, всё, валим. Демастер, иди сюда, я сказал. Иди сюда, я сказал. Смотри, как я могу стрелять. А-а-а. Ты чё это такое? На-на-на-на. это косой давай 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 а у меня даже оружия нет отманщик да пошел ты знаешь почему уже кто-то не назначнулся в больнице пошел ты да кого ты тут ладно знаешь что я пошел прыгай мастер прыгай я за тобой брат друзья на это мы заканчиваем экстренный выпуск это была передача зеленое такси это первый действенный выпуск на моем канале потому что он мне уже не понравился на самом деле но я как бы я думаю что ну как это раз не но появился эпично было весело трассер как бы и трассеры макароны по флотски эту серию можно звать именно так то есть макароны террасера там или мясо от террасеры или готовим с террасером или террасеры званый ужин я не знаю да ребят то есть можно что-то званый ужин бомж террасера и макароны по-флотски друзья спасибо вам спасибо что вы смотрите сам ставьте лайки ставьте комментарии подписывайтесь на канал с вами были я и въехал мастер и и трассером он ушел уже всем удачи всем удачи всем удачи всем удачи всем удачи на него подписаться потому что он нормальный парень уже на корошке да вбейте в уголе трассер на эти все ночи всем пока всем удачи всем пока